Теперь спецслужбы смогут выяснить, кто из граждан Германии и других европейских стран вступил в ряды экстремистов. В руки журналистов попали данные на 22 тысячи членов Тегил. А их тщательное изучение показало, что эти документы можно считать достоверными, завел глава МВД Германии Томас Демезьер. Подробнее об этом в нашем материале. Первыми о получении доступа к документам террористов сообщил британский телеканал Sky News. Секретную информацию журналистам передал бывший член группировки Абухамед. Абухамед, разочаровавшийся в организации, он утверждает, что похитил электронный носитель у главы службы внутренней безопасности Тегил. Хочу заявить, что это все ложь. Это не мусульманская организация. Она не имеет никакого отношения к исламу или шариату. Она очень далека от ислама. Во-первых, это показывает, что организация не настолько непроницаема. Во-вторых, считается, что документы предоставил бывший член Тегил. Это очень важно и символично, поскольку демонстрирует степень разочарования людей в идее халифата. Большая часть документов, анкетные данные 22 тысяч человек, имена, адреса, телефонные номера и даже информация о членах семей боевиков. Всего в списках представителей 51 страны. По словам министра внутренних дел Германии, это существенно поможет в расследовании и выявлении членов Тегил, которые возвращаются в Европу из Ирака и Сирии. Мы тщательно проанализировали эти документы. В них подробно описывается устройство этой криминальной организации. И есть данные на многих бывших и действующих участников. Документы подтверждают истинную сущность Тегил. Это убийцы и террористы, какими бы благородными мотивами они не прикрывались. А в британской разведке информацию назвали «золотой жилой». Наибольший интерес для спецслужб могут представлять собственноручно заполненные бойцами Тегил анкеты. В них 23 вопроса, в том числе такие, как страны транзита, предыдущий опыт, лицо давшее рекомендацию и особые навыки. Здесь боевики из десятков стран. Если такие данные есть у СМИ, то пусть их как можно скорее опубликуют. Эта информация поможет остановить неконтролируемый приток наемников. Террористическая группировка Ирака и Леванта на сегодняшний день считается одной из главных угроз мировой безопасности. За три года ей удалось захватить значительные территории на Ближнем Востоке. А ее численность, по некоторым данным, доходит до 200 тысяч боевиков. Кроме того, группировка ответственна за большую часть крупных терактов последних лет. Асет Тулыбаев, Талгатбек Абдухожаев, 24КЗ.